А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 31 августа, день Фрола и Лавра, назван в честь памяти святых мучеников Флора и Лавра. Они родные братья, были искусными каменщиками. Их отправили на строительство языческого храма. Плату они раздавали бедным людям и все время проповедовали Слово Божие. Когда храм был построен, братья совершили в нем молитву и уничтожили всех идолов. За это их бросили в колодец и засыпали землей. После обретения мощей братью прекратился опадеж скота. А также принято почитать лошадей. Сегодня говорили, что наступил лошадиный праздник. Лошадей старались угощать каким-либо лакомством. Даже пекли специальное печенье в виде конского копыта. Лошади сегодня полагалось окропить святой водой, чтобы они не болели и смогли пережить суровую зиму. Сегодня на лошадях не работали, а также не запрягали телеги и не выжигали тавро на скотине. Хозяйки сегодня солили огурцы и заготавливали их на зиму. Впоследствии из огурцов варили рассольник, ели с кашей. А по вечерам проводили бабе засидки. Собирались дома у какой-либо вдовы и проводили время за разговорами и рукоделием. Сегодня собирали урожай летних сортов яблок. Лошадь часто перебирает ногами и фыркает к ненастной погоде. Сегодня выдергивали полынь и смотрели на ее корень. И если он толстый, то можно ожидать хорошего урожая на следующий год. Если не успеешь посеять рожь до флора, будет плохой урожай. У нас просто-напросто, знаете, получается структурированная вода, щелочная по своим свойствам, которая хорошо растворяет вредные отложения, быстренько выводит их из организма. И за счет этого наша кожа получает передышку и начинает восстанавливаться. В результате многие кожные заболевания проходят, потому что они вызваны именно тем, что наш организм перестал нормально работать. Кстати, а вот сок огурца с медом, его можно использовать при различных заболеваниях верхних дыхательных путей. При этом употребляют по 2-3 столовые ложки 3 раза в день. Давайте сделаем и этот сок. Мы с вами просто-напросто берем огурчик, освободим кружечку. Берем огурчик, выдавливаем с него сок. Вот у нас получился сок. Теперь добавляем сюда мед. Мед добавляем по вкусу. Слишком много не надо, но тем не менее. Вот, размешиваем. Я думаю, получается такая хорошая, приятная жидкость, обладающая таким красивым вкусом, что ее будут охотно пить и взрослые, и дети, и пожилые люди, и получая только облегчение. При этом простудные заболевания у них будут отступать, что немаловажно. И, кстати, он оказывает выраженное бактерицидное действие, потому что мы сюда добавили мед. Пробуем. Отлично, отлично. Кстати, великолепный вкус. И важно отметить, что такой сок еще улучшает память. Он препятствует развитию атеросклероза, успокаивает и укрепляет нервную систему, сохраняет свежесть и тонус кожи. За счет чего он все это делает? А за счет того, что сразу же структурированная жидкость, которая здесь имеется, быстренько поступает к нам в кровяное русло, она очищает печень, она очищает почки, она делает желчь более текучей, и, естественно, идя по сосудистому руслу, она начинает его промывать, растворять различные отложения и вымывать их быстренько из организма. Вот, поэтому у нас улучшается проницаемость, вернее, доставление крови к головному мозгу, а раз кровь хорошо поступает к головному мозгу, у нас исчезает старческая слабоумие. И важно отметить, я уже до этого говорил, что действие огуречного сока, он сам по себе видите зелененький, а зелененький сок, вообще зеленый цвет, способствует тому, что он успокаивает, снимает различные воспаления. В сочетании с другими соками он усиливает свое воздействие, то есть становится более сильным, более мощным. Например, его можно пить с яблоками. И сейчас мы с вами сделаем яблочно-огуречный сок. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho.pro. Доброго здоровьица и до новых встреч!